Дональд Трамп хотел бы объединить усилия Москвы и Вашингтона для борьбы с группировкой ИГИЛ, запрещенной в России и в США. Встречаясь со забирателями Вагае, кандидат в президенты отметил, что созданию такого союза мешает недальновидная политика нынешних американских властей. В очередной раз коснулся Трампа и крымского вопроса. На днях республиканца пытался подловить интервьюер канала ABC. Журналисты повели речь о якобы оккупации России украинской территории. Трамп дал понять, что принадлежность Крыма России дело решенное. И вот на встрече с избирателями развил эту тему. Вы что, хотите отыграть назад и получить третью мировую войну ради возвращения Крыма в Украине? То, что произошло два года назад, произошло при президенте Обаме на его глазах. Теперь крутые парни говорят, Дональд Трамп не проявляет жесткости в отношении России. Сначала ответьте мне, а не было бы лучше, если бы мы наладили отношения с Россией? Неужели я не прав? Разве не было бы здорово, если бы мы в одной команде с Россией, может быть и с другими соседними странами, с НАТО, взяли бы и отправили к чертям этих людей из ИГИЛ и сделали бы много других полезных дел? Барак Обама заочно ответил Трампу. Обсуждая ряд последних заявлений кандидата от республиканцев, глава Белого дома сделал крайне резкое заявление, даже по меркам этой, далеко не самой чистой президентской гонки. Я считаю, что кандидат от республиканцев не способен быть президентом. Я говорил об этом на прошлой неделе, и он своими действиями продолжает доказывать это. У него нет базовых знаний по критически важным вопросам о положении дел в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Он совершенно не готов к такой работе, и это не только мое мнение. Я считаю, что лидеры республиканской партии должны задаться вопросом, почему они до сих пор его поддерживают, что это говорит о вашей партии. Стоит отметить, что подобных заявлений в адрес неугодных им кандидатов уходящие президенты США не позволяли себе со времен Гарри Трумэна. Это, как известно, не отличался деликатностью по отношению к оппонентам.